Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 29 августа и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Ну и перед началом я напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк. Ваши вопросы и ваше мнение по торговым идеям пишите в комментариях к этому видео. Итак, по евро-доллару. На текущий момент тенденция восходящая пока сохраняется. Следующая цель роста это движение в области 1.18.08. Ну и ближайший разворотный уровень, который сегодня будет в центре внимания, это минимальное значение вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована по цене 1.16.63. В том случае, если евро-доллар сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления нисходящего движения со среднесрочными целями до 1.11. Примерно такая же картина с парой британский фунт и американский доллар. С той лишь разницей, что вчера подошли вновь к локальным максимумам, идти выше максимальной значения 22 августа не смогли, а сегодня к концу торговой сессии. Сегодня с утра мы пробиваем минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. И фактически, если этому часу удастся закрепиться ниже минимума 1.28.60, минимальное значение вчерашней торговой сессии, то будем ожидать также возобновления нисходящего движения. Фактически уже формация будет сформирована. Цели снижения по данной ситуации это движение в области 1.26.60. Среднесрочный уровень краткосрочный находится в области минимальных значений 24 августа. По паре американский доллар и канадский доллар пока тенденция нисходящая продолжается. Цели по снижению это область 1.27.45. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера по цене 1.29.81. По паре американский доллар и японская иена пока тенденция сохранится боковая. Уже на протяжении фактически трех дней пара не обновляет ни локальный максимум, ни локальный минимум. На текущий момент общее направление сохраняется восходящим среднесрочно, но для подтверждения уже на локальном уровне, а именно на часовом таймфрейме, нам необходимо увидеть закрепление выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 111.35 и с цели роста в этом случае будет область 112.37. В свою очередь уход ниже минимальных значений, которые были на этой неделе сформированы, это область 110.96, даст предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения с вероятными снижениями до 109.71. По паре австралийский доллар и американский доллар тенденция нисходящая вновь возобновилась. Уже также и в рамках часового таймфрейма мы видим уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, что нас переводит в фазу нисходящего движения. В рамках среднесрочной формации он и не поменялся, так как мы не ушли выше максимума, который был зафиксирован 21 августа. Я напомню, что это уровень 73.81. И сегодня мы получаем подтверждение ухода ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Цели по снижению, ближайшая цель это область 72.38, среднесрочность 71.83. Переходим вновь в фазу нисходящего движения. Я напоминаю, что данное движение идет в сторону основного тренда, который является приоритетным. По паре еврофунт сохраняется тенденция восходящая. Она сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Следующий цель рост это движение в область 92.03. Ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимальные значения, которые были зафиксированы 27 августа по цене 90.33. Золото вчера также к концу торговой сессии смогло закрепиться ниже минимума 27 августа, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу нисходящего движения. И в свою очередь, если золото удержится ниже отметки 1214 долларов за тройскую унцию, то сохранится настрой и движение вновь нисходящего с целями ближайшими до 1183 и далее уже на 1160. По нефтемарке Brent на текущем тенденции восходящая также сохраняется. Цели роста это область 78.20. Ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимальные значения 27 августа, которые были зафиксированы по цене 75.29. В том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления нисходящей формации с целями снижения до 69.59. По индексу DAX на текущий момент сохраняется тенденция восходящая. Цель роста это движение в область 12767. Ближайший разворотный уровень. Первый отмечаем ближайший на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Минимум дня это отметка 12514. Среднесрочный уровень 12343. Ну и по биткоину тенденция восходящая продолжается. Вчера ушли за 7000 по первой криптовалюте. Следующая цель роста это область 7700-7800 долларов за один биткоин. Тенденция восходящая сохраняется. Среднесрочный разворотный уровень отмечаем на минимальные значения 26 августа. Это 6534 доллара за один биткоин краткосрочный минимум вчерашней торговой сессии. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.